Пожалуйста. Настоящее по ощущениям. Существует некоторое количество лайфхаков. Ааа, ну... Офигеть! Камера, блядь. Да, блядь! Привет, Айден, я твой подписчик, и я из города Дзержинска, и меня называют лучшим ловцом игрушек во всем городе Дзержинске, а также у нас есть классные автоматы, где можно применить интересные лайфхаки. Приезжай, пожалуйста, в город Дзержинск, я тебе все покажу. Ради этого события я бросил все дела, и прямо из Питера, преодолев почти 800 километров, я направляюсь в город Дзержинск. Это маленький провинциальный город, но именно в этом городе живет мой подписчик, который называет себя асом игровых автоматов. Дзержинск Любимый мой, столица химии и прочей там зарази. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Этот автомат, тот автомат, который я просто искал, наверное, последние несколько месяцев. Хочу сказать, что у обычного обывателя шансы очень малы, но вам дико повезло. Полтинники, скорее всего, здесь настоящие, то есть я вижу 50 рублей с вот этой водной маркой и так далее, что здесь еще настоящее? Тысяча рублей точно фальшив? Тысяча дублей, да, здесь никто тысячу не закидывает. Здесь нужна точность движения. Одну соточку мы уже поймали. Пожалуйста. Спасибо, давай, 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 еще. Надо хватать пальцами, а не рукой. Настоящие по ощущениям. Возьмите, я пойму нашу. Ватермарка. Супер, супер, давай еще. Надеюсь, на эти 100 рублей я смогу починить свою поломанную руку. Вот ватермарка. Они просто мимо меня все пролетают. Вот когда они замедляются, это знак, что нужно ловить. По ощущениям что? По ощущениям фальшивка. 200 рублей, билеты банка приколов. И пойдем уже к тем, где вы профессионал, ас и так далее. Хорошо. Хорошо, пойдемте. Сейчас мы идем к самому лучшему автомату в Дзержинске, а это значит, что в России и мире. Самый главный минус, мне кажется, что он не принимает биткоина, а у меня, естественно, только в такой валюте все деньги и очень тяжело. Юмор, пожалуйста, убираем, ребята. Существует некоторое количество лайфхаков для того, чтобы обыграть ту или иную сложную игровую ситуацию. Если вдруг вы видите, что ваша клешня может зацепиться за соседнюю игрушку, тогда вам для этого нужно раскрутить джойстик и потом оставить его на месте. Тогда клешня начнет крутиться, и либо она прокрутится сама, либо от обратного движения центробежной силы она прокрутится так, чтобы клешни не зацепляли соседние игрушки. Три, две, одна, мы нажимаем. И сейчас от удара она может упасть. Как, что я и говорил. И второй лайфхак. Это если вы видите, что игрушки находятся рядом с этим бортиком, и думаете, ну клешня, наверное, зацепит, и мы ничего не возьмем, да? А я вам сейчас покажу, как это делать. Она заденет, она заденет, но лайфхак в том, что если бы сейчас находилась игрушка здесь, то она спокойно бы ее взяла. Так я не был, а зачем мы здесь строим? Так вот. Здесь удача нам не повернулась, по какой причине? По причине того, что нет подходящих игрушек, которые лежали бы точно так, как нужно. И поэтому для того, чтобы нам уйти отсюда, уехать с этого города не с пустыми руками, мы поедем сейчас в пятерку, чтобы применить лайфхаки от профессионала именно там. Ну что, друзья, наша инспекция сейчас проходит еще в одну точку, где располагается игровой автомат. Это магазин «Пятерочка». По заявлениям эксперта, здесь не очень автоматы стоят, да? Правильно? Ну, будем пытаться что-то выиграть, используя те навыки и лайфхаки, которые есть у нас. Погнали! Попробуем. Сейчас смотрим, не упадет ли от стука. Хорошо, хорошо, хорошо. Одна игрушка есть. Все ровно, давай. Попробуем, может спится, конечно, но попытка не пытка. Сейчас, да, ага. А, нет, удар. А, ну это профессионализм, если что, ребят. Офигеть, ребят, сразу две за одну попытку. Давай мы еще. Потому что она раскручивается, как мы видим. Сейчас, нет. Сейчас, секунду, посмотрим. От удара не должно, не должно. Кстати, очень крепкая, что хочется сказать, калешня здесь. Да, да. Мы выигрываем вновь все. Иногда нужно понимать, это третий лайфхак, иногда нужно понимать, что игровая ситуация не очень хорошая, и выстраивать ее для себя за два хода, потому что это подобно шахматам, можно даже сказать. Ну, попробуем. Ну, вполне вероятно. Вполне вероятно, если от удара не упадет, а она не упадет. Она не упадет. В основном мы выигрываем эту обезьянку. Замечательно. О, еще десятка. Сейчас я все увижу. Я попробую за жопу вот эту сплотить. Собаку большую? Да. Нет, не повезет. Но это человек, который рискует. Ну, знаешь, попытка в некоторых ситуациях, это не пытка, правильно? Ну, вообще, да, конечно. Она слишком тяжелая, я считаю. 8, 9. Ребят, подписчики, рубли есть у кого-нибудь? Десятки есть? Вы готовы подвергать? Давайте сюда в студию заходите, ребят. Замечает у вас подписчик. Учитель, как вы считаете, нормально у меня стоит? У вас стоит неплохо. Я могу только сказать, что сейчас можно зацепиться, и у вас еще времени не осталось, так что надо меньше говорить и больше делать. Вот что я говорю. Здесь зацепляется за края, и поэтому... Ребят, поставьте лайк за Егора, потому что он вот свои последние карманные деньги тратит на... Мне кажется, это может получиться. Это победа. Это да, да, да. Нет, не стукнет, не стукнет. Да! Да! Давайте посчитывать количество выигранных игрушек нами. Это суперинтересная штука. Потратили мы всего на это около 200 рублей. Сегодня вышел замечательный выпуск, для которого должны поставить лайк, потому что мы реально, благодаря нашему профессору, который разбирается профессионально в этих автоматах в городе Дзержинск, смогли вот такие игрушки собрать. Так, кто бегемот из подписчиков выигрывал? Бери бегемота. Ты что хочешь, выбирай. Вот тебе копилку. Спасибо. Так, и остатки сейчас кому-нибудь отдать-то их. Посмотрим, насколько в Дзержинске люди как бы доброжелательные воспримут наши подарки. Здравствуйте, мужчины, извините. Хотите, я вам... Все уберет, он камеру уберет. Хорошо, хорошо. Здравствуйте, отвозьмите, пожалуйста, игрушку у нас сегодня, акция. Спасибо. Всего вам хорошего, удачного дня. До свидания. Ну что, дорогой эксперт, спасибо за то, что принял участие сегодня в наших съемках. Я оставил две одинаковые игрушки. Одну я отдаю тебе, другая будет у меня. Так они одинаковые, они будут нас с тобой как-то связывать. Дай пять. Ну а если вы хотите получить эту игрушку в подарок себе от меня, то ставьте лайк и пишите там любое количество комментариев рандомно. В следующем выпуске я скажу, кто побеждает. Ну и не забывайте про наш конкурс на тысячу рублей, чей комментарий останется без ответа первым за сутки. Тот получает тоже косарик на свой счет. Все честно, все классно. С вами был Айден и Петр. Петр, всем до свидания, пока. Я задерживаться, приподниму стакан. Шелезный Феликс подбегнет мне с пьедестала. Люблю картинку, как будто мы это все выиграли в этом автомате. Чтобы просмотров было больше. Ага, понятно. Мы, естественно, туда бросать это не собираемся. Мы живы. А я не увидела.